всем привет сейчас расскажу что это девчонки сегодня 31 число 31 октября о все приклеилось я собираюсь на мероприятие от nix я в instagram вам постила и говорил о том что собираюсь я не люблю разные страшные знаете как макияжи мне не очень нравится мне нравится когда что-то доброе что-то такое красивое поэтому мама единорог да мы с никой сегодня делали ника сделала рог и цветы мы с ней клеили в общем пока демка спал мы реально сделали красивый ободок с рогом единорога с рогом единорога и в цветах то есть не на голове будет урок с цветами я вам покажу полный образ вот и вот макияж я не знала как накраситься не хотела прям сильно сильно ярко чтобы не забирать с головы весь акцент я буду в белом платье своем старом свадебном платье ну чё ему лежать без дела да вот поэтому я решила его надеть оно такое в общем я вам покажу полный образ поэтому если вам интересно стать со мной ну и вот посмотрите на макияж еще ресницы накрасила то есть это еще не полный макияж у меня тут есть и глиттер от никс то есть иду на вечеринку никс и крашусь никсом вот и чтоб прям было ярко и красиво но и здесь тоже сделаю чуть-чуть такой розовенькой такая вот я единорожка все такие вот дела оставайтесь со мной я приехала на ужасную вечеринку в хорошем смысле этого слова которую устраивает никс и тут уже все все-все-все очень-очень страшное смотрите и девочки какие красивые с красивыми какими макияжами класс а я единорожка вот видите меня фотографируют мы с никой она мне помогала мы клеили в общем розы цветы и она сделала мне рог я сама не справилась она молодец также она мне помогла с моим макияжем то есть она у меня вообще умница что вам еще показать рассказать я знаю что очень многие не любят такие праздники вот здесь у нас встречали на самом деле я напугалась когда зашла не совсем страшно что я стараюсь что это не все стараюсь что это зашла красить и статей единственный шед дорог выдающий вон вновь какая-то он вновь страшного вончателя и на платье в своем саду Не совсем страшно, можно сказать, да, было очень даже так интересно. Макияж какой-то тоже прикольный. Я хочу быть очень спокойным, спокойным. Я хочу быть спокойным. Я хочу просто ненависть. Серьезно, сколько. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы очень любим хайлайтеры. Мы очень-очень любим хайлайтеры. Мы просто нереально обожаем хайлайтеры. Лучше этих хайлайтеров, может быть, могут только хайлайтеры, которые сияют как на стероид. Мы запускаем новый продукт Sleep Tease Lip Oil. Это очень высоко, просто нереально высоко пигментированное масло для губ в новой, очень необычной текстуре. Текстура настолько необычная, что описать ее словами просто невозможно. В этой палетке уже собраны 8 оттенков, контуров и хайлайтеров. И чтобы дополнить эту любовь, мы предлагаем нашим блогерам, визажистам и просто make-up lovers возможность докупать рефилы или менять оттенки на свой вкус и усмотрение. И чтобы продлить эту любовь, мы запускаем совсем скоро еще 8 новых оттенков рефилов для данной палетки. И чтобы полностью покорить сердца, особенно молодых и начинающих визажистов, мы представляем новую, лимитированную коллекцию палетки, которая в себе содержит уже все то, что необходимо визажистам. Внимание, внимание! В продуктах есть эксклюзивный оттенок софт-матки в крем. Спешите, попробуйте! Новый год – это ночь, когда не бывает слишком много блесток, ярких красок и глиттеров в городе. Это матовая помада, комплиментарный карандаш для рук, который подчеркнет оттенок помады. И палетка теней на 4 оттенки. Beyond the Basic Look. Матовая жидкая помада, жидкая подборка для век и мультиш-финишная палетка теней и пигментов на 6 оттенков. Следующий мой любимчик – это наборы Best of Travel. Незавенимая вещь в вашем зимнем отпуске. Наборы Ready Prep Go и Mat vs. Blue. Сатин vs. Вельвет. Это комплект из 6 матовых, кремовых, нежных помад Вельвет и ультрамягких Слип Ти, Слип Ой. Это коллекция из 6 жидких, водостойких, матовых помад Ликвид Суэй и настоящих космических, нереальных блесков Cosmic Matte. Я начну с самого ожидаемого запуска, самого культового, самого центрального запуска этого года, этого новогоднего сезона, лимитированную коллекцию, которая была вдохновлена природой, стихиями природы. Как вы можете видеть, здесь и земля, и вода, и огонь, и металл, и воздух – все намешано. И все это объединяется в коллекцию In Your Nile. Между палеткой в комплект идут 3 оттенка помады. И помады эти абсолютно разных финишек. Как матовые, так супер глянцевые, так сияющие с металликом. Любые. Здесь есть все. Конечно же, мы, запустив столько продуктов, не можем не порадовать вас новинками. Ну все, я уже без макияжа единорога, уже утро. Сейчас мы с Демкой собираемся в поликлинику, и хочу вам показать обруч. Я очень жалею, что мы с Ника не снимали влог. Спасибо вам большое за все комментарии, которые вы писали в инстаграме. Это было очень круто, на самом деле. Очень-очень приятно. Демка пришел. Я вам благодарю за ваши предположения, что же это за макияж. И на самом деле, да, очень многие написали, что это русалка или фея. Он действительно был похож на такой макияж. И еще многие писали, что думали, что это делали профессионалы в салоне. Что тоже безумно порадовало. Ника мне помогала, очень помогала. Я профессионала в салонах. Да, она клеила мне вот эти вот, как они правильно называются? Полубусины. Да, полубусинки. Они, кстати, вы многие спрашивали, как они клеятся. Это не кожный клей, это самоклейка. То есть они снимались и сразу же приклеивались. И на протяжении всего вечера они держались, и было очень-очень классно. Я их потом еле оторвала. Да, и Ника их приклеила опять на клееночку, для того, чтобы можно было опять использовать. А теперь, да, сейчас я вам покажу обруч с близко. Вот Ника, она делала рот. Вот мы делали цветы. И вообще, как пришла идея? Мне очень хотелось, чтобы было... Показываю, что же у нас получилось. Это были белые цветы. А есть, да, твой чемодан? Или он не сделан? А сейчас я его покажу. Вот. Ника с утра купила цветы, пошла в магазин цветочный. Искусственные цветы, белые розы. Они шли в букете. И мы распотрошили этот букет. И Ника хотела приклеить эти розы сразу полностью на обруч. Обруч тонкий. Вот, видите. Поэтому не совсем получалось... Ну, не получилось бы так. Потому что, видите, тут идет основа. Вот такие вот цветы. Вот. И мы распотрошили. То есть мы снимали полностью головку, да. И по одному цветочку, даже не по цветочку, а по вот этим лепесточкам мы клеили. Вот. Вот такой вот был букет. Он стоил 130 гривен. Поэтому обруч обошелся там, ну, я не знаю, во сколько. Он того стоит. Да, он очень такой прикольный. И, видите, внутри мы тоже полубусинку приклеили. То есть вот как-то вот у нас так. Это самая обычная проволочка. Да. И это бумага. То есть это бумага. И чтобы держала форму, мы палочку... Ника приклеила палочку суши. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот. Глиттером все это обмазала клеем ПВА. Вот. Ну, в общем, мы жалеем, что мы не сняли такое, как, вот, знаете, видео... Диайвай. Ну, я не знаю, как это правильно называется. Диайвай – это что-то сделано своими руками. Да. Ну, на самом деле, очень, как бы, прикольно. А эти цветы, знаете, как я покрасила? Они же были белые, но их надо было сделать очень красивыми и другого цвета. Я... Вот у меня есть такой... От термальной водички остался опрыскиватель. Распыль вылезти. Спрей, а не опрыскиватель. Ой. Опрыскиватель – это у папы. А у тебя спрей. В общем, я смешала акрил с водой, белый, и чтобы получился фиолетовый, надо было добавить синий и красный. Тебя не видно. То говорит голова, а головы нету в кадре. А синий с красным немножечко смешать, и много белого. А розовый просто чуть-чуть в белого добавить, чуть-чуть в красного. Да, и я надела своё свадебное платье со второй свадьбы. Многие его узнали, написали мне, Аня, это типа твоё свадебное платье в Инстаграме. Девчонки, кто не подписан в Инстаграм, зарегистрируйтесь, там реально прикольно. Ну, не знаю, там сторисы, это как мини-вложки. Поэтому, если что, я тут прописываю свой Инстаграм. Вот крикун. Вот как только мама начинает снимать видео сразу. Так молчит, ну как, разговаривает, но а тут именно болтает. Вот такой вот получился образ на голове. И, конечно, без него было бы совершенно не то. И платье было бы не то. Вот обруч, реально он сделал своё дело. Я Нике потом сказала, что можно снять рог, и в принципе будет просто красивый обруч. Ученика сказала, не вздумай. Поэтому я не трогаю, отдаю ей обруч. Теперь пусть она будет единорогом. Я уже свой Хэллоуин отгуляла. Вот. Дети были с папой. А мама пошла на вечеринку. Было очень здорово. Была там с девчонками, с блогерами. Некоторых девочек очень люблю. Мы повеселились. Я, кстати, выиграла. И, кстати, благодаря даже не себе. Я вам расскажу в машине и покажу. Выиграла там подарки от NYX. Вот. Так, что я вам хотела ещё рассказать. Ну, по поводу новинка. NYX запускает ближе к Новому году. Ну, вот уже, наверное, в ноябре, в середине, наверное, эти продукты уже будут появляться в бутиках. Ну, у нас, в принципе, есть даже в Космо NYX продают. Поэтому уже можно будет купить в масс-маркете продукцию NYX. Я в восторге. Из того, что я там увидела. Я, конечно, не считаю себя бьюти-блогером. Хотя, после вчерашнего макияжа я реально понимаю, что крашусь я очень хорошо. Просто я лентяй. И свою лень я буду искоренять и снимать более такие видео посерьёзнее в плане макияжа. И буду иногда просто делать макияж на своём канале Жизмама, которая девушка. Не просто там повседневные, осенние, а какие-то действительно яркие классы. Так что я очень жду эти новинки. Они, конечно, мега крутые. Прям хочется аж руки чешутся. И, в общем, в ожидании. Сейчас Ника едет в школу, хотя каникулы. Она на репетицию. Давай, кстати, быстрее я тебя жду. Я бы уже в поликлинику уехала. Мы с Дёмкой в поликлинику. Кстати, девчоночки. У меня, у Дёмки, я не могу понять, что. У него были такие, как синенькие под глазами. Прям никогда не было, а тут появились. И как под одним глазом был, как шершавая, знаете, вот как аллергическая реакция. Я напугалась. И вчера был вторник, нельзя было, день грудничка, вот, в поликлинике. Я записала его в Добробот, но мне муж сказал, говорит, ну, зачем, типа, подожди день. И хорошо. Подожди, говорит, день. И тогда, говорит, ну, пойди к врачу. Пойди к врачу и покажись нашему педиатру. Вот, вот видите, ну, я, сейчас синяков нет под глазами, но вот эта вот шершавая под глазиком, и вот сама кожа, носика, она осталась. Я начала переживать, думаю, ну, что же это такое. Давать какие-то лекарства без назначения врача, понятное дело, что я не буду. Поэтому мы сейчас едем в поликлинику. Да, я хочу показать. Я не могу понять, на что. Я предполагаю, на самом деле, потому что пару раз я покупала молоко, и, ну, он любит молоко. Я как бы сдавалась и ему давала. И вот после этого у него опять, ну, у него появилось, вот, я думаю, может, это на молоко. Сейчас молоко убрала, и оно вроде начало исчезать. Но я хочу попросить врача, чтобы назначил нам анализы, и, в общем, чтобы Демка сдал анализы, и я посмотрела, что по анализам. Может быть, где-то что-то. Я, конечно, наверное, слишком кипишная мама. Может быть, кто-то и не обратил бы на это внимание. Напишите мне, слишком, да? В общем, едем мы в поликлинику, и я хочу завтра сдать ему кровь и проверить, все ли в порядке. Домой идем, домой идем, домой идем. Ты попугай. Домой идем, домой идем, домой идем. Идем домой, идем домой. Я боюсь. А чего, я что-то держу. Идем домой. Идем домой. Идем домой. Идем домой. Мы идем домой. Врач посмеялся, говорит, ну, конечно, мама, и кипишная. В плане, вы же сами все знаете. Вы сами сказали, что это аллергия, сами сказали, что она молокочек и кипишует. Давайте диазамин раз в день. И говорит, все пройдет. Да, Дем? Домой. Да. Да. Я уже обула зимние ботинки. Я потому что мерзну. Или мой организм еще не может адаптироваться. Мне реально холодно. А у тебя пока осенние. Демке купила зимние и осенние ботинки. Я подумала, может, снять отдельное видео на эту тему. Интересно, нет? Хотела же вам показать, что же я выиграла благодаря Катюше. Ну, вот честно, благодаря. Потому что у нас было три команды, и в каждой команде было по два человека. Я и Катя. Причем я Катю затащила в конкурсы участвовать. Но по факту она нашла. Там надо было... В общем, надо было искать подсказки, задания. Искали мы все, но находила все она. И благодаря ней я, может сказать, выиграла то, что выиграла. Сейчас вам покажу, что. То есть, такие пакетики подарили мне и ей. Здесь два набора. Один из них, это ближе к Новому году, это глиттер. Вот. Красивый такой. Так что буду на Новый год блистать. Я, конечно, не знаю, где я буду на Новый год и вообще, какой он будет. Но уже есть наметки. Вот. И вот этот вот набор, конечно, очень классный. Очень классный. Здесь. Вот. Сейчас. Чтобы поближе вам показать, рассмотреть. Вот. Есть. Сфокусировалась. Блеск помады для губ. Такого фиолетового оттенка. Также румяна, хайлайтер и тенюшки. Тени осенние, что тоже радует. Тут вот есть такой интересный цвет. Мне уже хочется его попробовать. Вот. Сфокусировалась. И я люблю вот такие вот оттенки нюдовые. Они очень хорошо для дневного макияжа. Когда, знаете, надо сделать, чтобы макияжа как будто нету. А вот они хорошо будут ложиться. Это новинки. Их еще нет продажи, но они скоро уже появятся. И здесь вот, видите, есть зеркальце, что тоже очень удобно. И удобно такие наборы, как дарить, так брать с собой в поездки. И, ну, вообще очень, реально очень удобно. А вот по поводу подарков, подумайте. Очень много таких, вы видели в видео, очень много новинок, которые отлично подойдут подружкам, там, мамам, сестрам на подарки к Новому году. Так что, показала вам. Сейчас мы с Демкой приехали к Сельпо на Харкасском шоссе. Это наше Сельпо, мы там всегда скупляемся. Сейчас купим продукты и домой готовить обед. И Демку буду класть спать. Ну, Ника сейчас в школе, и влог продолжается. Сегодня вечером я тоже иду на одно пати. Я вам, если вам интересно, оставайтесь и смотрите, покажу, что будет. Моя мама любит кофе. А, ну, твоя мама любит кофе? Нет. Нет? Только что говорит, моя мама любит кофе. Врачи мне запретили пить кофе, потому что у меня повышается давление, и сказали, чтобы я прекратила пока его пить. Но я очень люблю вкус кофе по утрам, поэтому решила заменить цикория. Сейчас в магазине нашла цикорий распшинный на пи-порошковый с экстрактом шипшины, с шиповником. Не знаю, конечно. Сейчас поедем. Я пробовала цикорий на Шри-Ланке. Было вкусно, реально как кофе. Но не знаю, какое здесь. Вот возьму попробую. Стоит он 38 гривен. Сейчас я посмотрю, может быть, тут есть еще какой-то цикорий. Видите, тут много разных. В самом низу. Тут есть капучино, и вот еще. А, это горячий шоколад. Не знаю. Все. Вот это единственный цикорий, который я нашла. Но буду еще искать без шипшины. Димит увидел Петю. Побежал. Крестного папу. Он крестил Демушку. Разговаривает, разговаривает, рассказывает. Чудик маленький. Это моя мама, говорит. Вкусно, вкусно. И конфетку и сок купили? Ты маму разорил? Да. Да. Жапа Мала, привет. И метану не купили. Сметану мы забыли. Сметану не купили. А что вы будете делать со сметаной? Что-то это не купили. Простите, показываюсь перед вами в бегудях. Но мне надо еще как минимум полчаса с ними походить, чтобы закрепить эффект. Я помыла голову, высушила феном и накрутила на бегуде. Такие легкие локоны будут. Я уже говорила, что я сегодня собираюсь на предпоказ фильма. Или не говорила. Просто сказала о том, что я собираюсь куда-то. Но я вам расскажу попозже, когда уже попаду в Лавину Мол. Предпоказ кино. И какого кино тоже расскажу. Будет в Лавина Мол. Я хочу вам показать. Вот я сейчас накрасилась. Ну, в принципе, у меня кругов под глазами нет. Но в Украине появилась новинка. И наконец-то она появилась и у меня. Вот. Та-да! Это консилер. Этот консилер, я о нем очень много слышала. Очень много. От зарубежных блогеров. Я когда смотрю некоторые видео зарубежных блогеров, там он просто, ну не знаю, его так расхваливают. И говорят, что он перекрывает, ну, конкретные синяки под глазами. Я не могу сказать, что у меня прям конкретные синяки под глазами. Но, девочки, иногда бывает. Бывает такое, когда там не высыпаешься. Или там по здоровью что-то не так. В общем, короче, вот это вот чудо-средство должно спасти. У меня оно только появилось. У нас в Украине тоже только появилось. То есть представьте, в некоторых странах оно уже года, наверное, два. А у нас только появилось. У меня в оттенке 22. Вот. Я не открыла, не попробовала, потому что я честно провтыкала. Вот. Потому что мне только-только сегодня доставили. Я в клубе борьбы с темными кругами. Вот значок. Какой он? Судя по тому, как рассказывают другие блогеры, он классный. Но в любом случае классный для них. Я не знаю, как он будет для меня. Поэтому я буду пробовать вам рассказывать, показывать. И я знаю, что у многих есть круги под глазами. И многие очень страдают от этого. Я думаю, что может быть. Я не знаю, но может быть. Это средство поможет. Вот. Поэтому делюсь с вами новинкой. И, наверное, в следующих видео или на канале «Жизнь мамы, которая девушка» я сниму обзор на этот консилер. Он в виде аппликатора. Вот. Сейчас. Так. Надо было вам по-другому показать. Раскрыть его. Вот. Ну, не знаю, по оттенку он мне подойдет или нет. Но вроде бы подойдет. Потому что он должен быть чуть светлее, чем моя кожа. А. И еще хотела вам сказать, показать, каким средством тональным вы пользуетесь. У меня вот сегодня только-только закончилось вот это вот средство от Maybelline. 24 часа. Ну, такой хороший, стойкий. Медово-бежевый. SPF 19. Он закончился. И он неплохой. Прям, девочки, прям хороший. Но я начала пользоваться вот этим. То есть сегодня я нанесла на себя. Этот закончился. Я давай выдавливать, а оно вообще прям не выдавливается ничего. И я достала. Вот. У меня был новенький. Cloreal. Тональное средство. Совершенное сияние. Выравнивает тон. Подстраивается по цвету текстуры кожи. И у меня это... Тут, кстати, SPF 16. И у меня это какой? Да, вот. У меня... Golden... Беж. Золотой беж. Не видно. Вот. 3D. Да. Golden беж. Ну, в общем, мне, видите, он прям идеально подошел. Да? Если сравнить с кожей шеи и лица. Даже лицо, по-моему, чуть светлее. Но это от хайлайтера. Я себя блещу от хайлайтера. Поэтому тоже хочу снять видео на тему всех своих тональных средств. У меня их тут несколько. Даже вам покажу. Вот это вот прям очень тоже прикольное. Я его купила год назад. И вот только сейчас начала пользоваться. И оно сильно темное. Я его смешиваю с другим. Тут второй оттенок. И это даже, не знаю, 40... Боже. Даже не знаю. Это польская. Да, это польская косметика. Я выиграла. Я купила. Это благотворительность была. Дема пришел. Благотворительность была. И я как бы приобрела его. Такое неплохое. Да, малыш? И вот тоже я вам его уже показывала. Это белорусская косметика. Сейчас папа приедет с работы. Зайчик, потерпи чуть-чуть. Нежная текстура длительная. Да, потерпи. Так, а тут у меня тоже второй оттенок. И светлый беж. Это белорусская косметика. И фирма это Люкс Визаж. Я тоже о нем уже рассказывала. Его показывала в своих макияжах на канале Жизнь Мама, которая девушка. Там, кстати, два макияжа и осенний макияж есть. Так что, если вы любите макияжи, переходите. Внизу есть ссылочка на мой канал второй. Также я вот покажу вам. Накрасилась сегодня. Я уже показывала вам в Инстаграме. Но многие пишут, что в Инстаграме их нету. Поэтому я дублирую здесь информацию. Новинка появилась тоже у Maybelline. И очень крутые. Бургуни бар. Тени. Тенюшки вообще потрясающие. Вот видите. Их тут настолько много разных. Между собой они очень классно смотрятся. И сейчас я вам покажу, какой я использовала. чтобы вы, ну, если вам понравилось, обратили внимание. То есть очень хорошие. Вот, девчонки. Тут, кстати, есть кисточка. Но я ей не пользуюсь. Просто она тут лежит. Кстати, неудобно. Очень часто использую вот такие вот кисти. И нанесла, а растушевала. Вот они у меня тут в основном все вот такие. Меньше, больше. Не знаю, неудобно так использовать. Вот они. Сейчас я нанесла на себя вот в этот крайний уголочек. Это вот самые светлые, которые есть. Не знаю, отсвечивает, наверное. Самые светлые. И рядышком есть у них вот такие вот коричневые. То есть коричневые нанесла сюда и растушевала. И вот получился результат. Также тоже одна из новинок. Спасибо, солнышко. Также одна из новинок. Ух ты, как я засветилась. Это мастер браш. Боже, оно у меня все в пудре. Вот. Это румяный хайлайтер. Все, я вам покажу. Я использовала вот эти вот розовенькие на щечке. Ну, вы видите, да, так. Чуть-чуть видно. И я забыла. Я еще наношу. Вот здесь вот есть хайлайтер. Он очень тоже прикольный. То есть он сухой. И он тоже хорошо смотрится. Вот так вот. Опа, опять засветилось. Засвет жесткий. Главное не переборщить с хайлайтером. Также я всегда не забываю про декольте. Если у меня, например, открыто, как сейчас, то я наношу всегда на шею, например, румяна и бронзер. И вот хайлайтер на грудь чуть-чуть. И на шею тоже, чтобы лицо не отличалось от декольте. Иначе это выглядит как лицо, как маска. Это не очень как бы хорошо. На мне майка, бусы, рубашка и кожаные штаны, которые я недавно приобрела. И они мне очень нравятся, потому что они... Вот, высокая талия. Не знаю, как вам показать. Да, получается высокая талия. И мне они очень прям... Ой, как... А Дему показать? Дему показать? Так Демы сегодня много было во влоге. Вот. Сейчас буду раскручиваться. И, в принципе, уже почти готова. Сейчас мужа дождусь, что он с детьми остался. Давай Дему показать. Хорошо, я сейчас покажу Дему. Вот. Я надеюсь, что такая информация вам полезна и интересна в плане косметики. Последнее время мне очень нравится бьюти-видео. И я думаю двигаться в этом направлении в плане, как делиться с вами. Обычно новинки, все я вам показывала, но как-то так спокойно. А сейчас мне прям хочется. Мне это нравится. Тем более, я же говорю, появился второй канал. Кто это? Это Марина. Кабанчиком. Мы не доехали до кинотеатра. Мы застряли на пробке. Ну, то есть, другого там... Другой дороги нету к Лавине Мол. Короче, куча телефонов. Съемка, съемка, в другом съемка. Лавина Мол находится в попе мира, скажу честно. И мы понимали, что мы... Мы туда не доедем ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Ну, на самом деле, правда, очень-то легко. Поэтому мы бросили эту затею и вернулись на левый берег в Виллу Ривьеру. Вкусное заведение. И кушаем. Сейчас поели, вот уже десерт доедаем. Кино так и не посмотрела, но я уже посмотрю в кинотеатрах со всеми вами. Вот. То есть, не раньше времени. Не предпоказ. Ну и ладно. Вот. Зато мы хорошо проводим время. И поболтали. Да, мы, кстати, наболтались на секрете. Наговорились. В общем, классно. Вот. Я на этом свой блог заканчиваю. Спасибо, что вы его посмотрели.